добрый день я приветствую зрителей моего канала давненько я не выкладывал видео не потому что нечего было просто немного заняло этим аппаратом который я уже показывал это гриндер я его уже практически собрал единственное что не хватает токарных работ сюда сотки на вал шкива не хватает и здесь три шкива должно быть пружина это будет натягивать но я еще подумаем я возможно не пружину поставлю а газовый такой мебельный газовый толкатель практически он уже собран вот смотрите я даже чисто так вал у меня был одевшим показать вращается сейчас по часовой здесь не есть тумблер включая его будет вращаться против часа это на все случаи жизни значит винты здесь не такие будут стоять это я так просто нажалил то есть лента будет стоять вертикально можно ее поставить таким вот образом горизонтально натяжение будет соблюдаться все просчитал это вращается только из-за того что я дно еще не прикручивал я еще тут буду решать таким образом наилучшим стол сделать на чертежах уже все есть но я хочу посмотреть на как будут валы лента стоять посмотреть все это регулировка вот одного видите будет осуществляться таким вот образом здесь будет закреплен бочонок который можно будет видеть очень все плотно сделано была такая коробка поставил сюда емкость пусковую для этого двигателя двигатель у меня сейчас я скажу сколько же 420 ватт емкость стоит 25 микрофарад на 600 вольт работает великолепно ничего не греется емкость четко угадан я ее высчитываю у меня есть формула это 7 микрофарад на 100 ватт но это пусковая я обычно ставлю из личного опыта ставлю 5 микрофарад на 100 ватт и без всякой пусковой работает двигатель в режиме не греется ничего информирую вас о том чем занимаюсь правда занимаясь еще многими другими вещами сейчас вам покажу а потом видео сделаю более подробно со скетчапом покажу сейчас бежи вот смотрите сейчас живая штучка это я такие вот диски из фанеры вырезал 4 штуки мне Игорь помог с фанеркой вот мой хороший знакомый дал мне вот такие вот вещицы вот 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 такой 4-х миллиметровый дюраль вот и вот что из такого колеса получается вот я на фрезерном на своем выбор выбираю выборку эту обрабатываю по кругу и здесь на 44 миллиметра делаю отверстие вот смотрите как она здесь проточка это очень высокоточная деталь вот вот потому что она в ней даже нет биения потому что это очень это короче деталь с дисковода это старые раньше дисководы были это EBMовский по-моему на 500 мегабайт был 8 пластинок ну их уже давным-давно нету списанные и вот вон сюда вот смотрите здесь все настолько точно проточено вот смотрите вот 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 садится даже не выпадает я умею это делать подгонять мне жена называет миллиметровщик ну вот смотрите эта штука тоже здесь четко подогнана видите ап садится четненько и вставляется сюда вот это одна половинка колеса вот вторая такая же они две вместе будут складываться на клею и кроме того вот здесь шесть винтов восьмерка с резьбой будут стягиваться весы очень тяжелые вот колесо получается будет на 365 миллиметров нет не 365 больше сейчас скажу еще 8 где-то 370 370 миллиметров будет колесо значит как я у меня есть вот такие подшипники опять токарная работа необходимо вот это отверстие на расточить на 3 миллиметра больше и чуть-чуть глубже я померил все великолепно садится то есть я вот такой подшипник смогу посадить сюда и с той стороны и потом на вал и все будет отлично колесо будет тяжелое и я так чувствую я уже потому что если да я всем наполню стяну склею еще резина будет четверка отклеиваться у меня есть такой опыт я делал себе ленточную пилу это еще делал ее в девятом году или в восьмом работает до сих пор ничего не отклеивалось вот такой подшипник внутренний 35 наружный получается где-то 62 здесь отверстие на 58 то есть расточить немножко и выглупить толщина позволяет все вот видите даже есть шайбу сверху прижимаем закручиваем короче будет колесико нефиг делать правда я нашел на базаре колесо на 500 миллиметров но сильно шикарное даже там готовое литье под давлением дюралевое с резином со ступицей шикарное но стоит зараза две с половиной тысячи одно ну вот если там надо могу купить и выслать колесо там шикарное но я уверен что мое будет великолепно в следующем видео покажу чертежи на эту ленточную пилораму посмотрите там я тоже все продумал и два варианта получилось вот и не знаю какой но скорее всего знаю наверное сделаю второй вариант очень уж больно он удобен там в одном варианте получается закрепляется ось с одной стороны вот и колесо как бы висит на этой оси а во втором варианте с двух сторон идет закрепление надежно ну не в смысле надежно а в смысле того что можно растянуть хорошо потому что с двух сторон будет вал зажат вроде бы поделился тем чем занимаюсь вот вот видите все шикарно получается сегодня второе не успел я же в квартире а чтобы не долго людям надоедать жужжением то я разбил одно колесо сделал и сделал сегодня вот а второе завтра ничего страшного все равно я пока ожидаю пока пока токарь освободиться чтоб поточил мне сюда шкивы и детальки все спасибо за внимание